всем добрый день ну что сограждане продолжаем разборы знаменитостей из сектора политики на моем канале уже был путин была хакомада хотя хакомада давно уже не политическая персона а коуч и просто такая медийная девушка сегодня на очереди любимец многих неповторимый владимир жириновский тоже вы просили меня разобрать этого прекрасного мужчину дошла очередь до него посмотрела я несколько его интервью еще раз так пробежалась биографии и что хочется сказать персона то довольно противоречивая и тот жириновский вот каким мы с вами привыкли его считать скажем так поверхностно до широкими мазками мы видим его портрет по факту все там немножко не так все интереснее но давайте по порядку ну во первых его биография биография примечательная детство достаточно такое трагическое голодное но человек родился в сорок шестом году после военное время голод сам он на интервью говорил что как бы тяжело в материальном плане жил и были у него там одноклассники которые в разы лучше жили условно на день рождения у них были салаты и праздничный стол то есть можете представить то есть каких он лишениях находился как тоже там каком-то интервью рассказывал что до сих пор любит пончики но вот ни разу ему никто в останки на этих пончиков мне не купил не принес то есть смотрите сразу как один нас ностальгирующие нотки какая у нас эмотивность в человеке просыпается что у него с родителями мама у него было пять раз замужем и как она сама признавалась но это с его слов ни одного дня не было практически счастливой за свою жизнь то есть первый муж ее евреи куда-то там слинял за границу какая-то мутная история то ли сам не хотел приезжать то ли действительно боялся настолько был запуган то есть факт ну отец жириновского фамилия у него матери а у отца там еврейская фамилия вольф исакович эйдельштейн вот а мама у него александр павловна вольф исакович в общем-то так и не вернулся и жириновский уже только в 2006 году нашел его могилу умер он на самом деле восемьдесят третьем году и детей у него больше не было это жириновский вот не раз признавался что он очень много уделял внимание мыслим об отце о том вот там ну какой он на самом деле стремился он к этому образу потому что те мужчины которые были примером детстве жириновского по сути далеко не достойными какими-то там не стопроцентными таким мега от сами были там какой-то очень малолетка какой-то студент был больные уже люди фактически за которых мама выходила замуж как сама признавалась именно из жилья от нужды но не особо у владимира вольфовича был был вот какой-то такой знаете основательный мужской объект перед глазами были сестры которых мама тоже как могла тянула сами понимаете но детство не так много ему хорошего дало и действительно много грустных воспоминаний но тем не менее он не сломался да у него были какие-то свои травмы да у него были свои сложности он не сломался он облел очень серьезную вот эту вот амбициозность и и в себе укреплял и укреплял до 90-х годов его карьера она все равно так или иначе была связана там с административной работой с внешней политикой он знает несколько языков он был там на стажировке в других странах он а юридическое образование имеет человек как мог тянулся у него и и заочное образование в том числе и за плечами то есть что было он то и взял и по сути но мы не можем его упрекнуть что какая какая-то там у него была профессорская семья и все ему принесли на блюдечке нет а тот образ жириновского который мы с вами знаем фактически с детства с начала 90-х годов или там с юности у кого как это именно уже доработанный выкристаллизовавшийся образ который вот действительно стал его фишкой который помог ему занять уникальную нишу давайте с вами разбираться в его карьере но действительно этот человек успешных карьер и 90 90-х годов это уже там сколько несколько десятилетий 30 35 лет он не сходит с экранов его обсуждают он хорошо зарабатывает он успешен ну нам смысла особо не все это перечислять а почему посмотрите сколько голов полетела каких только у нас ярких перспективных усатых полосатых олигархических и наоборот таких типа народных каких только у нас не было где все они как-то вот все рассеивается растворяется или трансформируется а жириновский со своим стилем он как жил так он и живет получается что успех карьере жириновского это очень такая грамотная оппозиция это удобная оппозиция вот мы не можем сказать что он явно вот прям жестко критикует и конфронтует пусть путиным и там с правящей партии но опять же мы не можем сказать что он под них стелится он всегда очень смело заявляет что у меня своя точка зрения там надо все обновлять и прочее прочее он прекрасный дипломат он очень хитро строит фразы его в каком-то приспособленчестве сложно обвинить и опять же он не рискует своей жизнью то есть формула успеха в карьере жириновского это ниша оппозиции это жесткая логика и прагматизм с ноткой эпатажа вот вся его формула что у него там вообще по манерам по стилю одежды на что хочется обратить внимание у него в принципе деловой стиль одежды ну такой респектабельный для политика его уровня подходящий но заметьте там всегда есть какая-то яркая деталь то зеленые носки то какие-то интересные клеточки на пиджаке то какой-то замысловатый сине-желтый галстук в тональности лдпр то есть вот обязательно какая-то вкусняшка у него вот это вот есть конечно это все идет и ну как некая фишечка и в поддержку его истероидности но мы с вами про психотип про его именно психолог психологический портрет личности дальше идем мы собственно к нему с вами и спускаемся то есть внешность до яркие детали есть но опять же общей какой-то такой основательности его образ не лишен что касается его речи но его речь это его фишка это экспрессивная манера это построение фраз эта игра со своей грандиозностью ты до конца не знаешь что ли это вымышленная грандиозность жириновский только знает что вам надо жириновский всегда прав жириновского на вас нет то есть вот это вот грандиозность то ли он прется и смеется то ли он искренне в это верит и до конца мы это не узнаем я тоже диагнозом психиатров дальше перейду там очень все спорно вот это вот речь такая очень узнаваемый вот этот тембр вот это подвизгивание иногда его то есть все все вот это вот экспрессия а если мы посмотрим на его жесты то не всегда получается так что они у него такие же экспрессивные когда-то он себе помогает когда-то он бурно-бурно говорит но его плечи его руки ну в меру так скажем так какое-то такое за спокойствие и равнятина такую соблюдать то есть это мы о чем с вами говорим о том что у него рациональную е преобладает очень четкий у него там в голове сидит руководители который управляет когда включать вот эту экспрессивность когда нет и экспрессивность экспрессивностью яркие жесты с вылить стакан воды обозвать там матным словом призвать мочить сапоги в океане и прочие прочие вещи это тоже просто умело встроенные кирпичики а вот эта основательность прагматизм логичных она все равно рулит это умнейший человек умнейший с точки зрения способности занять страх выбрать стратегию занять нишу и никого в эту нишу не пускать полно у нас всяких ярких современных лезущих из блогеров лезущих из журналистов хотя тоже там все очень спорного тоже собчак она у нас себя гордо именуют журналист но вот посмотри и некоторые скажем так мягко не объективные интервью с людьми ты понимаешь что там как-то маловато журналистов и конечно же на фоне вот всяких таких персонажей которые мутят воду жириновский он ну довольно таки основательно и уверенно выглядит опять же говорю прагматика у него рулит что еще конечно же сильная сторона его это выраженная способность убеждать говорить уверенно аргументированно и заметьте у него очень мало в речи ну вот каких-то что ли бессмысленных повторов и так далее да с экспрессивностью но он сказал то что думал и сказал если мы сравним например на дебатах как говорит он и говорит какой профессор к примеру из вуза ну разных же людей приглашают на эти дебаты то профессор то чаще войдет в какую-то эмоциональную волну начнет от переживаний руками размахивать сбиваться одно и то же повторять а жириновский он как скала сел и погнал погнал и никуда со своей этой трассы не сворачивает а что еще но все-таки он сам себе вот этой своей оппозиции создал некую такую безопасность то есть я оппозиция я имею право думать и говорить по-другому хотя вот по большому счету в том что он говорит том что он предлагает сложно отрицать есть очень много логики очень много справедливых вещей вот например он ведь одним из первых был кто про коллекторов начал очень много возмущаться что пора это все закрывать пара там другое законодательство как-то адаптировать к этому после там громких случаев когда шашку там зажигательной смесью в дом бросили а там коллекторы там ребенок ползал и у ребенка там очень сильные степени ожогом были после прочих вещей то есть жириновский правильно здесь говорит историческую оценку он какую-то такую свою но тоже логичную дает когда его например спрашивают а чему россии вот такая ресурсная страна а живем так бедно а он говорит что а посмотрите на запад они сколько лет от колоний разных кормились и тянули из них а мы наоборот всем только раздавали и ты тоже понимаешь что в этом есть какая-то основательность это то есть это не эпатаж ради эпатажа это человек ну там имеющий свою точку зрения эпатаж он скорее скрашивает ног те же самые любые предложения жириновского там неважно про что там про развитие семьи там проект экономически какие-то меры вот вы их скучно просто расскажите без вот этой подачи да незамеченным это все будет вложить их в уставлю любого нашего единоросса и народ скажет да ну опять там одно и то же уже про это много раз говорили от жириновского это все идет как-то так свежим к так легко и как раз игру подача подачи это его инструмента это его такая очень четкая фишка и мало кто это может повторить что еще что но смотрите опять же его прагматизм лезет жириновский вегетарианец но вегетарианец не по философии не по экологичным там каким-то еще соображением а по практическим опять же и прагматическим действительно мужчина возрастной наверняка там на каком-то этапе проблемы с лишним весом были там из холестерина видимо это просто оптимальная для него система питания которую он себе выбрал что еще говорит о том что это человек внува во многом такой достаточно как здоровый основательный устойчивость критики посмотрите как многие наши политики реагируют на критику или те кто около политической тусовки там обиды там истерики там месть 10 лет подряд чудо тоже самое собчак она с половиной элиты переругалась и там да ну или каких медийных персонажей как-то продолжает их периодически подгнавливать а жириновский устойчив критики я жириновский я я грандиозный я великий я знаю что я достойный действительно его стратегии приносят результаты человек 35 лет вот именно уже вот прям такая мега-мега персона в сонми первых политических персон нашей страны и на выборах он правильно говорит он сколько там два или три раза подряд на выборах президента он был третьим до после путина до после сильных кандидатов но третье место это вообще-то тоже место победителя поэтому у него его проценте всегда с ним сидит действительно такая позиция очень выгодна власти потому что он часть людей на себя забирает он вполне адекватен если мы отбросим его подачу его вот и вот эти вот все выпады то есть он вписался идеально что еще по его психологическим составляющим он конечно же обвинитель он не адвокат то есть он провокатор он манипулятор и но это а тоже особенность характера то есть человек обвиняет человек навешивает ярлыки человек ярко критикует но это как раз сходится с его подачи народу народ устал от толерантных от терпимых и прочее им хочется простых базовых ярлыков все козлы все нихрена не понимают когда же это закончится то есть вот вот она что еще при этом еще игрок мышление структурированное и логичное он редко когда путается то есть это вполне вполне такие он ведь адекватные вещи говорит конечно же он очень артистичный у него там своя специфическая подача ему это нравится есть люди там из медийной сферы из политики которые понимают что надо быть обаятельными что надо там моську держать там по определенному и так далее а ему нравится он этим заряжается вот конечно же еще раз немножечко обратимся вот к этому его культу личности так называемым которым сам из себя строит но я еще раз говорю ну не надо вот это все воспринимать как вот диагноз я здесь скорее склоняюсь к тому что это ну чаще но больше в большей степени именно часть образ да он себе уверен он амбициозен но он понимает что народу это народу это зажигает народу это нравится просто почему именно вот это а манера поведения его его стиль речи его подача она им как бы из года в год культивируется культивируется был начал 90 был бардак был вообще непонятно куда идти куда соваться ну да как то он подлез к этой власти и он понял что народ отвечает а кто в тот момент у народа были герои то любимые генерал лебедь вояка такой с очень таким достаточно как скандовый такую речу да там сказал делал все там лёня голубков телевизионный персонаж такой непонятный какой дурачок раздолбай а вот это вот ниша такого истеричного влюбленного в себя полив политика и и не было он попробовал попробовал и встретил положительное подкрепление от народа и стал естественно за это зацепился тут тоже как бы психологии стандартный психологический механизм если бы это было бы отрицательно принято воспринято то может быть он что-то другое для себя придумал как вот вспомните например группы любые николай расторгуев а вы видели николай расторгуев в начале карьеры там был не вояк и там был чисто попсовый певец с кудрявеньким чубчиком с укладочка и поющий какие-то очень такие слащавые песенки но человек перестроился человек нашел нишу вот и здесь вам пожалуйста любая политика это тот же отчасти шоу бизнес слабые стороны конечно ему тяжело дается методичная кропотливая работа он там устает от однообразие он срывается ему тяжело действовать по правилам по регламентам потому что ему нравится ну как бы устанавливать свои он не хочет детали лезть он протестует против иерархии опять же здесь его грандиозность то есть я главный я хозяин положения давайте теперь по психологическим его составляющим подробно пройдем с темперами конечно же ярко выраженный холерический темперамент в нем есть хотя опять же иногда из него лезет меланхолик вся вот это его ностальгия все вот эти его рассуждения о том что они когда меня вот так как мне надо и не любили я никогда так не любила когда он там про личную жизнь рассуждает при этом у него вдруг какие-то такие опять же практичные вещи очень идут чего на галине женился да она была самая подходящая из всех тех кто был то есть простой честный ответ чего врать народу в общем-то но холерик холерик тут я думаю особо даже комментировать нечего то есть это экспрессия это властность это энергия постоянно переключается там и здесь я успеваю здесь я успеваю что касается психотипов как бы если мы на вектора посмотрим то это конечно демонстративный вектор у него преобладает если мы говорим про набор психотипов то истероид конечно там есть истероид манеры речь стиль одежды любит быть на виду любит эпатировать и прочее но там не только истероид там микс психотипов в нем очень много паранояла то есть я главный я знаю как надо это вы не знаете либо вы со мной либо вы против меня подчиняйтесь мне я вам составлю правило а сам я где-то там циничный где-то какой-то там жесткий со своими недостатками так я вас в этом и подозреваю вы плохие то есть поэтому и и я такой и мир такой это вы виноваты это же тоже вот это вот паранояльная система я идеальный я правильный и я я обязательно буду лидером в той среде там в том месте куда я приду есть у него некие дольки эмотивности все таки вот это вот его лиричность вот вот это вот его какая-то такая влюбчивость тоже это присутствует но конечно это не ключу ключевой его психотип но тем не менее а что касается диагнозов разные я очень материал тоже на тему жириновского встречала есть те кто говорят что он абсолютно здоров все в порядке есть те кто просто его во всем подряд вот обвиняют и там психопатии в наборе расстройств и шизофрении у него видят и так далее я бы все-таки с диагнозами не спешила для того чтобы ну там ставить человеку диагноз нужно с ним живую общаться не только там смотреть его интервью или смотреть его выступление где он по сути выходит как на сцену и отрабатывает вот это вот тут очень много гипотез мы с вами можем составить у него может быть например акцентуация истероидная может быть паранояльная акцентуация может быть может быть действительно просто ярко выраженные черты психотипа да без вопросов акцентуированный холерик да конечно может быть что еще в принципе истерическая театральная но театральное расстройство личности да ему это важно у него все это прекрасно идет он в это жился вот это его грандиозность грандиозность может быть у нас и при нарциссизме и при психопатии и при макеавилизме тоже может быть в принципе невроз невротические состояния могут быть пограничные состояния как например у пограничника или у того же самого у биполярщика тоже могут быть но вот как чтобы меня наверно знаете как где-то может быть успокаивает где-то останавливает в том чтобы его обличать в неком вот это вот психическом нездоровье это факт того что было очень много там тоже свидетели из его окружения и так если внимательно присмотреться как он там когда будет показывать там как человек например себя ведет промежутках между интервью там или когда нет у него необходимости на дебатах побеждать и как его как быка на красную тряпку не когда не выпускают то он вообще ведет себя мега адекватный как вот очевидцы тоже говорят что жириновскому также его там пиарщик его директор советуют что сегодня надо быть спокойным сегодня нужен апатаж и так далее и он просто вовремя вот это вот включает то есть однозначно там ну как минимум прям самый самый минимум невротичность там есть да но ребенок достаточно проблемным детством недолюбленный выросший в условиях вот дефицита ресурсов скажем так конечно как минимум есть невротичность есть какие-то комплексы акцентуированность психотипов да а вот все остальное под вопросом все-таки здесь нужно уже ну как бы непосредственно конечно самим человеком работать и наверняка он там ходит каким-то специалистам и наверняка конечно же ему препаратами тоже ну как я предполагаю на моя гипотеза конечно же помогают определенно там медикаментозной терапии есть но считать его каким-то там неадекватом но это очень поверхностная оценка и навешивать на него уж слишком какие-то такие ярлыки просто его подача его вот это вот скажем так накрученная его вот это вот созданная экспрессия развитая экспрессия просто его фишка у канделаки речитатив и и вот этот вот пулеметный у волочковый шпагат а у жириновского вот такая вот штука друзья мои буду очень рада есть поделитесь комментариях что вы думаете по поводу этой персоны ваше мнение по поводу его психических психологических диагнозов вообще как он вам там интересен ли он вам может быть что-то из биографии такое знаете буду очень рада пишите кого и знаменитости еще разобрать я напоминаю вам что если вам нужно быть на помощь как психолога пожалуйста записывайте ко мне на онлайн консультацию мои контакты внизу под видео подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новинки всем пока всем до скорых волнующих встреч